всем привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим почему в некоторых моментах у нас с вами процент побед может быть вообще катастрофически маленький вообще там каких-нибудь 20 30 процент побед вот допустим недавно вышел патч 18 первые пару дней я поиграл на восьмом уровне эти стримы есть на канале можете посмотреть процент побед там был крайне высокий 70 80 процент побед и тут наступают выходные дни процент побед превращается в 40 30 процентов плюс еще сюда накладываются праздники и так было в картошке всегда если вы играете во время того как большинство людей свободные ничем не заняты то в рандоме и количество слабых игроков увеличивается и процент побед держать сложнее так было всегда даже в ранговых боях первые дни играть легче если вы быстро набиваете шевроны и проходите ранее но потом если вы немножко там пропустите и красненькие до вас доберутся вы будете в этом красном ранговом рандоме кататься очень долго потому что вы с него не выберетесь это болото вас засосет и вы будете очень долго в нем барахтаться так было всегда во время праздников выходных вечером и в принципе в какой-нибудь праздник всегда процент побед падает чем больше плохих игроков рандоме тем сложнее держать нормальный процент побед чем больше хороших игроков рандоме тем легче держать процент побед если вы хороший игрок если вы плохой игрок вы в принципе не влияете что там что там следующее высказывание которое очень часто всплывает это типа но я же набиваю очень много урона как мы проигрываем чаще всего за счет того что ваша команда не наносит урон и в принципе не стреляет практически за счет этого у вас есть возможность самому весь урон набивать поэтому он у вас бывает часто высокий а процент побед низкий но когда процент побед растет средний урон начинает падать такое очень часто просматривается поскольку когда вы побеждаете и команда ваша стреляет то нету такого что вся команда врагов живая и вы можете ее самостоятельно расстреливать если есть такая возможность а вот если turbo победа то наоборот урона фиг на стрелях потому что очень быстро убили врагов и они вообще не сопротивлялись выходные дни очень часто можно встретить команду и союзную и вражескую которая просто вообще не стреляет и никакого урона вообще не наносит причем грубо говоря в такие дни можно обратить внимание что в основном играют все команды одинаковые днища никаких разниц там особо по статистике нет одно и то же сколько раз я не открывал там все примерно схоже от 44 до 47 в основном все игроки и еще кучка людей у которых там 49 51 процент побед очень редко попадается 53 там 54 процента побед и выше 53 4 процента вы почти никогда в жизни вообще не встретите в рандоме очень редко там за весь день одного может быть вы увидите 60 процентного и в игре практически нет все вымерли и я заметил такую тенденцию выигрывает та команда которая просто как попало едет вперед как бы это странно не было когда на раков едут другие раки раки которые стоят они почему-то не стреляют но и бывает когда еще раки заезжают в какую-то перекрестную помойку в яму останавливаются там и стоят такие сливы тоже могут быть в общем некоторые закономерности в этом проследить можно но так или иначе если вы нормальный хороший адекватный игрок вам будет крайне сложно очень быстро перестроиться и сориентироваться в рандоме который совершенно по-другому начинает играться и чтобы хоть что-то получалось в боях делать иногда придется делать что-то неадекватное поскольку весь рандом в эти дни вообще никакой по адекватности просто 0 поэтому есть два варианта либо вообще в такие дни не играть либо играть более агрессивно но не факт что у вас это получится у меня допустим не получается у меня только горит задница в такие дни и лучше просто не играть а пойти поиграть во что-то другое или вообще не играть это все очень давно уже всем понятно всем известно и все это давно знают так было всегда в картошке каких-то там подкруток по этому поводу я не вижу поскольку она просто всегда так и закономерность только одна очень много неадекватных слабых игроков которые делают черти что поэтому и контролировать адекватно это крайне тяжело да и по аналогии с ранговыми боями играть сильными игроками сильному игроку намного легче также еще пару вещей вам на заметку если вы не знали то есть еще некоторые закономерности которые тоже некоторым хорошим игрокам известны если статист играет со статистом во взводе они друг друга просаживают средний урон поэтому они чаще всего играют по отдельности и чисто для шоу иногда собираются в кучке если слабый игрок играет во взводе со слабым игроком то шанс проиграть этому взводу и всей команде в которую они попали только увеличивается адекватная хорошая игра чаще всего происходит утром когда все еще свежи на голову адекватны абсолютно неадекватные игроки чаще всего утром не играют также еще бывают несколько дней подряд или даже целая неделя когда крутится одна и та же карта в рандоме или или несколько карт которые абсолютно вам непонятны вы не умеете на них играть бывает даже очень часто вы появляетесь с одной и той же стороны на карте которая в разы слабее вражеской стороны и вы будете очень плохо отыгрывать практически всю неделю из-за набора конченных карт которые в рандоме повторяются постоянно на протяжении недели потом допустим на следующей неделе карты меняются и крутятся уже другие с другими респами и вы попадаетесь на более сильные бывает даже один день у вас очень высокий процент побед и результаты просто невероятные карты подходят и стороны подходят под ваш танк и вы очень хорошо понимаете как что делать на этих картах на которых попадаетесь а потом бывает неделя когда целую неделю крутятся самые конченые карты которые вы ненавидите и вы всегда попадаете со стороны которая просто кончено говно и неиграбельная но большинство игроков картошки этого не замечают и не знают поскольку очень много людей не разбираются в игре вообще поэтому они не запоминают эти закономерности не знают их и чаще всего воспринимают это либо как нытье либо как подкрутку от неизвестно кого для неизвестно кого но если бы они разбирались в игре то понимали бы кое-какие особенности нашей замечательной игры в рот of tanks которая далеко не такая уж радужная как некоторые думают и каждый раз любят ее защищать когда слышат что кто-то что-то негативное говорит в сторону игры также очень много игроков негативно высказываются по поводу игры но поскольку они в ней не разбираются не в ту сторону свой негатив направляют с вами был варчик играть красиво всем пока и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...